Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Я сегодня вас приглашаю в свою теплицу, в которой у нас сидят молодые индюки, которые у нас были вылуплены индюшкой 29 декабря. То есть было очень холодно, я вам показывала, как мы их держали дома в брудере с цыплятами. Потом мы их перевели в теплицу. Сюда мы повесили лампу инфракрасного тепла. Она постоянно у нас сейчас включена, потому что на улице минусовая температура. В теплице у нас в данный момент температура держится 15 градусов, то есть не холодно. Пришлось нам вот в теплице мы построили вот такой брудер. Сюда они на ночь обязательно индюшки заходят. Когда мы их перевели еще маленьких, они у нас сидели в этом брудере, они были закрыты. Вот здесь у них кормушка, они кушают. Была подвешена поилка. Сейчас они уже, видите, в общем-то довольно-таки очень большого размера. Вот, считай, 29 декабря, январь, февраль, март. Три месяца, три месяца индюшка. Я считаю, они очень-очень такого довольно-таки хорошего размера. Уже видно, где вот, которые поменьше есть индюшки, эти помоложе, они попозже вот были вылуплены. Большие вот эти вот 29 декабря. То есть вот сейчас, в данный момент мы их кормим. Мы им даем размол, пшеничный размол. Мы им даем комбикорм ПК-6. И мешаем, уже подмешиваем куриный комбикорм. Потому что, как бы, ПК-6 это не из дешевых, да, будем говорить, удовольствие. Дорогой комбикорм, поэтому подмешиваем куриный. Вот среди них, если вы посмотрите, там вот видите, уже видно, петушки ходят. Им всего-навсего, они у нас были вылуплены середина января. То есть тоже, в общем-то, ну, как говорится, результат налицо. Подержания не было, птицы ничем не болело. Птица довольно-таки такая вот хорошая, будем говорить, такая. Ну, уродцев нет. Вот, сейчас нам Оля покажет. Даже вот уже видите, прям вот индюк, посмотрите, какой красавец. У них горит вот там лампочка. Вот, лампочку мы не выключаем, мы на ночь ее не выключаем. А вот здесь вот у нас вот помоложе немножко индюшки. Вот, Оль, покажи. Вот видите, они распушили вот тоже хвосты. Вот, это вот вылупление где-то было попозже, примерно на месяц. Это им два месяца, вот этим вот индюшкам. А еще у нас есть цыплятки. Это совсем молодые, вот вдалеке спит, стоит, уснул. Сейчас мы его разбудим. Вот видите, проснулся, шустрый. Этим цыпляткам тоже, они совсем у нас еще молоденькие. Вот, ну просто, вот стоит еще один брудер, если посмотреть. Вот, пластиковый. Этот брудер у нас стоял в доме, в зимнем саду. На ночь сюда заходят цыплята, которые помоложе. Они еще сидят в этом брудере. Там горит лампочка. Днем они выходят вот гулять. Так, часть куда-то, ну-ка, Оля, вот там вот часть спряталась. А вот цыплятки. Да, вот цыпляток вот видно. Вот, то есть, теплицы, это довольно-таки, в общем-то, для них даже лучше, чем сарай. Они лучше растут, здесь очень-очень сухо. И мы решили теплицу так и отдать вот под молодняк, чтобы здесь у нас выращивался молодняк. Потому что здесь уже очень-очень глубокая подстилка. И вы знаете, каково было мое удивление, в общем-то, нам обещали прислать для подстилки какой-то порошок, я не знаю, что он греет. Но я попробовала подстилку пролить байкалом, пролила прям байкалом, я его даже не разводила. И мы сверху сыпем снова солому. И если посмотреть, очень-очень сухо, подстилка вот сухая, уже прям вот как асфальт. Мы просто подсыпаем сухую солому, и подстилка тоже дает тепло. Она горит и она греет. Так что я думаю, что если пролить вот так байкалом подстилку, даже в сарае, я думаю, в общем-то, это работает. Как бы мне этот вот вариант понравился. Не бойтесь, не бойтесь птицу выращивать в теплицах. Многие прям вот, ну, как-то с каким-то недоверием ко мне относятся. Что не верят, может быть, что это все происходит у меня в теплице. Но в данный момент вот все у вас как бы налицо. Но я говорю, все-таки спасает вот именно вот эта вот лампа. Инфракрасное тепло. Берет она всего 1 киловатт. Вот. Ну, не больше, чем обычные обогреватели. Но, как бы, оно того стоит. Сейчас, когда днем солнышко, мы ее выключаем, потому что в теплице очень-очень тепло. А на ночь мы ее включаем. Даже если вот посмотреть вдалеке, вот мы даже вверху окно вырезали, убрали поликарбонат для того, чтобы здесь даже был бы как бы поток свежего воздуха и было бы прохладнее. Ну вот. А еще мы сейчас по пути заглянем в теплицу, где сидят у меня утки, где утки зимовали. Я вам покажу, как они себя чувствуют. В этой теплице у нас всю зиму зимовали мускусные утки. И вот видите, индюшки пошли на прогулку. Сейчас утки тоже гуляют на улице. Это просто часть уток вот зашла. И мы вам показываем. В теплице очень тупо, тепло. Сейчас днем постоянно открыта дверь. Ну, вот такую небольшую информацию все-таки по теплицам и как содержать птицу в теплице я хотела вам сегодня, как говорится, поведать. С вами была Юлия Меняева на своем канале Высаду Левогороди. Пока!